так марина вы будете особо в этом по крайней мере семена уже мои будут ваши вот так теперь сейчас я листаю вниз посмотрим так пора расснимать спроса в красном хуторе эти карлика колновидки мы уже насмотрелись дерево килограмм яблок ха 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 ну чё скажу Александр я все эти годы я снимал в своем саду так снимал 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 но толку как видите никакого в этом году сейчас у меня с утра была блогерша вот и достали самые крупные абрикосы потому что в этом году урожай суре есть абрикосы крупная крупная то понятно 30 40 50 60 70 грамм это для меня середнячки это для где-то в другом месте они считаются супер крупная все что 60 78 90 100 грамм вот эти вот в этом году их не так много страшная зима было много сухих веток я никогда не скрываю свои проблемы я их отрезал их показывал сегодня ученым показывал блогерши вот но я угощал и действительно несколько феноменальных деревьев есть у меня одна королевская все усыпано плодами но плоды то 50 грамм четырех сторон она полностью задушена плебеями сыновья манчжурцы да и она я зато их немереное количество прошла зима а их не должно быть вообще а еще же были заморозки и вот эти вот которые задушили своих объятиях вот эти вот манчжурцы я показывал все ну ну это и мне мог бы мне не было времени у меня на груди болтался фотоаппарат с карте с камерой да вот но я выключил уже чувствую что после утрешнего интервью блогерша у меня уже не было сил я целый день косил кто же за меня косить будет вот у меня руки тряслись я не мог это камерой владеть и вот получается что момент упущен самые крупные плоды а другие такие скрупные они еще зеленые они все на дереве висят но вот таких вот супер урожаев в этом году будет только у сельцева мура у супер урожаи будут у сыновей манчжурцы ну это когда плодов как это как как на облепихе и всего несколько деревьев крупноплодных а остальное так 50 огромных плодов 100 огромных плодов ну пол ветра вот это особый год я из-за этого боюсь съемки вести я за это вот антон валерий слышит меня сафронов мы собирались про каждое дерево рассказывать игры антон валерий вот висит ветка на ней плоды по под 100 грамм а их там штук 40 она конечно печенье производит но я не могу показать остальное пустое дерево вот и смеяться будут а не покажешь ложь в кого вот одну ветку показал а где дерево а вот это вот проблема когда одну ветку или там три плода еще нарисует это все что показывают сайты которая крупная продает десятками тысяч саженцы а на сайте у них как раз три плодика я не могу я не критикую вот и получается вот потерян а это потом придет время когда заплодоносит сыновья манджирца это будет просто это да да даже для такой страшной зимой то это феномен сильного большой урожай ладно разболтался давайте снизу вверх пойдем как она шла по времени так или сверху вниз как правильно антон валяясь сверху вниз или снизу вверх по последовательности может сами нажмете откуда начинать если вы не слышите у вас это а может не слышите так у меня также но я не страдаю просто срезая стекленевшие выделение с мякотью ножом это видимо нас борисом этот этот червячки так борис и стерстингер пожалуйста кого интересно их опыты то есть знание опыта переписка прочитайте у меня не бывает больных слип вообще никаких червячков не знаю незнаком поэтому я не могу ничего ни одного червячка в жизни не видел вот я единственный червячков видел только плодожорки и все в этих яблонях так сегодня как всегда интересно спасибо мы вас ценим вам спасибо я без таких писем бы просто бросил бы все уже давно почка почка рознь даже две почки одного черенка могут дать разные побеги одна почка в рост толстым столиком вторая заморышем мелкими листьями будут разные вы правильно говорите у каждой почки свое предназначение то что я говорил это в принципе что почка может быть и ростовая и может быть и плодовая а между этими чего только нет меня почему меня злит вот это вот прививка еще когда у меня ученый сегодня был был такой момент когда он сказал а почему вы не приваете почкой я ему сказал потому что рано больше и получается более менее дерево но есть еще причина дело в том что а почки вот я всегда говорю посмотрите на ветку а есть когда используется два года на ней появятся однолетние ветки они все разные коротенькая со спичку плодовая чуть подлиннее может быть тоже плодовая самая длинная ростовая и предстоит увеличивать размеры дерева а когда почка прививка почкой мы же что делаем мы все берем в рост а потом я получаю письмо у меня дерево купил оно полтора метра я его посадил прошло пять лет оно как было полтора метра так полтора метра есть что я должен отвечать я должен отвечать примерно следующее что и ее она по генетикой и должна была быть на боковой ветке веткой а из нее дерево сделали а что сделали дерево привили выпрямили все она какая по генетике полтора метра предстоит так полтора метра осталось но часто почки меня часто но не всегда они меняют свое предназначение вдруг да начинает расти но это уже не потому генетика у него вроде так осталось а подвое то мощное дерево и она начинает ломать гены так самых генорганизм прибоя и тогда получается уже не полтора метра а два три пять и может получиться вполне прилично дерево вот такой ответ а вы сам смотрите просто молодец ну что я скажу очень наблюдательны вы просто мы с вами об одном и том же так а это мой брат так на 2 корневых отростка одной и той же сливы привил черенки от одного и того же абрикоса они хорошо развиваются почему раскрылись у них разные а ну да мы чтобы об этом сейчас поговорили так идем дальше сафраном поздоровался наверное все таки сверху вниз надо было листать облепиха хорошо размножается корневые поросы для этого не надо перекапывать вокруг облепихи а ну да это лингер задала вопрос смотрите ответы спасибо я облепиха дуб дубом то есть как бы сильно мало знаю так интересно спасибо какие по двое карлики используются мичеринские так если вы меня слышите вопрос к вам как вы ответите я не знаю приезжайте скопите вопросы черной когда-то полностью передам вам эфир пора уже снимать фильм про сада про это говорили подмерзшие культурные абрикосы с косточкой отрастили новые ветки которые застелили землю вокруг дерева подмерзшие культурные абрикосы отрастили новые ветки которые застелили землю вокруг дерева на полтора метра лежат на земле выплют ли весной подкладывать ли что-нибудь чтоб не лежали на земле я в таких случаях говорю все начинается с холма вот я сейчас не могу показать но у меня есть десятки фотографий где мощные деревья с определенного возраста с пяти десяти я уже не говорю про двадцатилетние они поднимаются над землей вот этим они спасаются от выплевания вот теперь значит когда я говорю что не вздумайте отрезать нижние скелетные ветки том числе абрикоса это в принципе плохо уже потому что теряется туда лезут уже грибы туда лезут бактерии туда лезет мороз вот и вообще сырость и получается которая сопутствует грибам сырость вот получается что лучше даже если они застеляются на землю это лучше чем их отрезать вот так я скажу лу это лучше чем их отрезать пусть они стелятся но изначально все тоже садим на холмы садим на гряды и тут возникает вопрос на холме то он быстрее высыхает он может и не взойти а еще вот мы не дошли или другой раз поговорим или уже был разговор когда мне женщина писала извините не называю по имени не помню что я все-таки применяю промежущееся варианты горшки а потом высаживаю тут хоть какая-то гарантия тоже верно ну представляете наш брат садовод раз в неделю появляется на даче среднестатистически когда он там их это за неделю высохнет и так что не взойдет а время упущено потом пытается чтобы зашли вот там мая июня июля а не дождетесь все прошло такое впечатление что существует у каждого вида у каждого сорта свое определенное время всходности подгадайте ка чуть раньше не зашло чуть позже не зашло а так зашло да еще дружно вот это очень важно и получается что я рекомендую садить на холмы тогда пусть даже то что стелят землю у вас они все-таки уже не так бы стелили землю но в любом случае ни в коем случае как бы не это отрезать нельзя вот собреют это потом я всегда говорю это как вот тоже а нижние скелетные ветки это уже сложилось это уже стало вот нижние скелетные ветки все равно отсохнут да не отсыхает почему дерево растет вверх дерево растет вширь как бы даже кто его пытается как-то проредить чтобы солнце шло все равно наступает момент когда солнца не хватает для нижних веток но как она может если ни капли не на эту ни один как-то назвали так помню квант солнечного света ни один квант не попадает на лист как же он будет развиваться это никак ветка в листья нет ветка высыхает все но это не значит что надо отрезать заранее а давайте-ка отрежем ветку живую потому что она все равно сохнет помните мы этот самый разговаривали западной украины вот как раз об этом давайте уничтожим ветки на прекраснейшем персике только потому что когда-то они мало того что они высылают еще оказывается персик уничтожит если не отрезать дичь какая-то ну ладно значит дальше вы пишите вы перед весом подкладывать что-нибудь чтобы лежали на земле приподнять можно почему нет это не значит что перестра это когда там сильно гнут туда-сюда считаю что больше плодов давать будут давать должна не ветка которая растет вертикально а ее потом что следующее поколение на ветке они уже будут горизонтально не дадут никогда нигде эти ветки а здесь наоборот чтобы не лежали приподнимите ничего особенного приподнимите дяди световый те же вот где вы живете может быть там где каждый год метр снега так поговорили Железов Валера здравствуй ага наш с тобой двоюродный племянник Саша Шишнев пишет молодая груша начал подоносить прошлый год плоды были в форме груши они не в форме яблока здорово ну братишка точно груша ну ка ну давай 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 вот так вот ну что скажем мир полон чудес знаете как это извините еще еще одна это анекдот как сложен мир сказал ешь и связая с сапожной щетки юра я не буду комментировать иначе у меня крыша снесет я уже столько чудес раскрыл но это еще и сейчас начнутся догадки хотите но не будем вещи терять я вам могу 10 пальцев загнуть а кстати вот если брать все вебинары вы уже и сами эти 10 ответов знаете Валерий Константинович можно сейчас пересаживать на постоянное место привитые саженцы этого года сейчас в смысле сирене лето и подводят для прививок на следующий год если можно то как это лучше сделать с обрезкой или без так вот отвечаю значит так сейчас не делать ничего есть весенняя обрезка принцип один как можно раньше и с сильнейшей обрезкой ну хотя бы полной кроны а так смотреть по состоянию корней вот если бы купили на рынке сами первым делом выбросить его если жалко выбросить отрезайте 90 процентов кроны несколько нижней пульсе глядишь чего-то дадут со временем а здесь так получается середину лета вообще не трогать даже в горшке не прерывайте процесс потому что вся Россия это во всей России деревья культурные иммигранты даже в Москве даже в Мичуринске даже даже в Одессе даже в Киеве все равно не хватит времени для того чтобы по-настоящему вызвать вот так что-то сегодня вопроса много значит ждем осенью или весна я про это уже рассказывал подробно так сейчас ни в коем случае у меня возникла мысль если насаженно сделать окулировку почкой я знаю как вы относитесь к окулировке я тоже против почкой проживать затем и так и оставить стол не отрезать весной возможно проснется возможно нет так вопрос если почка проснется аэрогены передадутся но улучшится ли подвой сейчас телефон звонит а нет это смс-ка была ладно а вдруг подумал что Сафрону а это смс-ка была так если будет интересно есть связь или нет так 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 ладно будем надеяться что есть если почка проснется аэрогены передадутся но улучшится ли подвой если почка не проснется будет ли какой-то эффект вообще стоит ли пробовать такой метод или без обрезки почка не просыпается значит я почка не привал вопрос не ко мне раз вопрос более кардинальный вы у слова гена это волшебное слово вы вот написали да передадутся не передадутся вы уже испорчено мною улучшится ли подвой если почка не проснется это получается так у меня опыт ограничивается только улучшенной копулировкой копулировкой прививкой хотя разницы практически ну как сказать такого же представления нет то прививка и то прививка но то что я вижу у меня всегда получается так деревья растут близко друг другу значит у любого подвоя который есть у меня а я только своими пользуюсь так же кроме сибирок у них два папа и мама кто передал эти гены или перекрестное опыление или все таки от подвоя уже винегрет уже непонятно а если добавить а вот такие примеры у меня есть что виноваты еще и просто соседи которые опыляют но не меняют генную структуру но без зачатия непосредственно дерево не потом что непосредственно то это окончательно запутает вопрос и получается это как вам сказать то это получается все что ну этим надо заниматься это интересно это никогда мы правду не узнаем от чего вот улучшился подвоя от чего улучшился не узнаем никогда вегетативная гибридизация это как даже не жираль в небе это как жар птица это только одно дерево получилось которое чудо я вам такие чудеса показывал не раз да просто чудо получилось а теперь возьмите его привейте в свою очередь или возьмите с него косточки и прорастите получите совсем другое у меня фаина уже сколько деревьев все разное все нет уже той фаины которая была самая первая которую тучи бабочек ос пчел атаковали плоды которые выширали так что торчали только косточки уже нет этого все теперь это потомство а а кто на потомство влиял сосед партнер половой раз по двое влиял и уже нет то и запаха меда не стоит вокруг нее и вот тогда я понял ну то есть когда таких случаях стало несколько десятков я понял вегетативная гибридизация есть но как сказал кордюмов что железо портится рта но в хорошем смысле портит так же как я про чернобаева сказал что чернобаев привел на абрикосы венгерку сливу и получил совершенно другие плоды в этом ты фантастика в этом и красота и красота что вы задали этот вопрос и вопрос наверное гены передадутся не знаю и вы не знаете и не узнаете никогда может это от перекрестного пыления но красота и том заключается что сады такие пока вот у меня теперь вот на дальнем востоке появился а вот из вишни черешня появилась получилось у людмилы так нет как калининграде вот в этом смысл а именно так чтобы железно было а вот я отвечу да улучшится по двое а к черту знает может не улучшится а передадутся в одном случае придутся в другом нет в одном случае как у меня тут же рядом сладкий этот самый осенис до того же манджурца крупные сладкие плоды и тут же рядом такой же какой был манджурца есть его невозможно и такое количество этих мелких плодов что смотреть жутко на дерево какой там сладости когда так такое количество плодов но это будущее по двое а эти по двое какие бы они не было как казалось бы дите несъедобно у них стопроцентная приживаемость королевским с академиком представляете с фаиной с этим самым с курдюмовым с баем с серафимом это же вот и пусть это надо этот вопрос нет ответа нету но это не значит что и это самое я дурак или вы глупо вопрос задали и пусть там смеются академики и по которой называют меня там допустим проходим сам как мне сообщил об этом это ребрик вот но 600 осталось так ну почти заканчиваем а 2 еще не все тут же в самом конце есть вопрос вообще стоит ли пробовать такой метод или без обрезки ствола почка не просыпается но это самое тут я опыт очень ограничены я не дождался осенью чтобы почки спали я привил в августе август был теплый я сделал пол сотни прививок почка первый последний раз жизни нет предпоследний раз жизни вот на половине на 20-30 успели проснуться почки и дали коротенькие побежки которые погибли больше не связывался все при этом я не отрезала этот самый подвойную ветку выше прививки все что я знаю так подскажите нужно ли прищипывать однолетние сеянцы абрикосы прирост на сегодняшний день почти метр продолжает расти ни за что руки по обрываю я не шучу ни за что вот по железу прищипывание опаснейший прием вот угадали получилось не угадали погубили вот оставьте их в покое пусть два метра вырастут у меня приходил бывали привив при просто два с половиной метра ну и что пусть себе растут еще не хватало вот это уходя бы с целью ограничивать рост уже не стоит этого делать никогда не вмешивайтесь в это дело когда растет дерево у него растут созревают почки стоит только вмешаться например прищипывание или обрезка это одно и то же то есть ограничили рост и у него просыпается почки второго порядка в этом же не на следующую весну как надо а в эту же как правило не успевает они успевают только незаметно для глаз набухнуть и потерять морозостойкость впереди зима им надо спать они до самой зимы все пытаются проснуться потому что дерево это инстинкт на данном случае играет отрицательную роль потому что отрезаете а или прищипываете вот оно это никогда не успеет ни не вырасти не вызреть вот кто-то бы занялся бы так как я сделал потому что кто-то бы авторитетный раз навсегда вот 100 деревьев вот берем 10 обрезку сделали мая еще 10 в июне еще 10 в июле еще 10 в августе еще 10 сентября еще 10 октября ноября а дальше же рекомендуется зимой резать и осенью и причем авторитетные источники а потом прошли годы пусть на это годы потребуется и посмотрят на те деревья которые не тронули и те которые резали летом и вот тогда только дойдет а пока это кто-то когда-то в девятнадцатом веке или восемнадцатом вякнул и с тех пор как пошло и пошло и пошло одно переписывание а никто же не проверял а дерево дохлое так она причину кучу найдется извините разболтался так что тут осталось тут осталось так марина связывайтесь со мной я хочу с вами дружить белоруси это буду много абрикосов начинаем оживать спасибо за вебинар вы понимаете много абрикосов они как сказать есть официальная наука есть дачные я уверен что абрикосов много именно в дачных участках вот поэтому я с радостью читаю что много абрикосов потому что это наши люди это делают дачники я могу с видео сделать скрины если нужно не знаю что такое скрины так она это снова марина так я пленена как реагировать и не знаю что такое скрины здравствуйте после зимы подопрел вниз ствола абрикоса погибшую корову убрал ствол замаривал настигает но осталось как бы допол чем залечить сейчас поскольку а где а это уже марина так чем залечить чем залечить так единственное что реально помогать я знаю это лак мастика долматова так вот я несколько раз давал его телефон и его адрес и надо напишите мне в это личное письмо я вам не здесь я не смогу я вам просто дам эти данные закажите ему но если не поздно погибшую кору скорее всего должен погибнуть на вопрос как сильно подопрел полностью ли если связь между верхом и низом вот а так в принципе в принципе у меня есть абрикосы и с дуплами отсыхали ветки я их не отрезал ветки потом отмирали получая из дупла но есть но они не от этого не умирали но это после того когда отмирала ветка крупная а вот кора когда я не знаю не вижу так что такое марина хочет нам предпоказать так текста я не вижу я вижу что пусть и марин откуда у вас такие абрикосы огромные я сразу у меня память плохая я должен вас знать так ну-ка колитесь откуда эта красота я мимо таких вещей не прохожу или потом на следующем минаре давайте так время ушло вы мне письмо вы мне эти фотографии на следующем минаре разберемся что это проект про это все ну нет у меня памяти я сейчас не соображу а это минутку сегодняшнее видео вырезки этого уже начали делать что ли ах вы начали делать ладно благодарю за то что вы подключились вот благодарю всех за то что у меня нудного дослушали до конца вот и надеюсь что в следующий субботу увидимся надеюсь ход но может быть и покажем вашу работу может быть вот такие дела ну все до свидания друзья спокойной ночи пришлите утро на свежую голову посмотрю че тут наговорил вот потому что я через пять минут забуду о чем я говорил так устроены мои мозги и как у людей благодарю за внимание спокойной ночи друзья до следующего вебинара надеюсь что все пройдет следующую субботу у меня начало субботы одним письма концу уже совсем другие уже не знаю за каких хватает за голову ночами не сплю складываются фразы вот надеюсь кто-то когда-то вот возьмете все это приведет божеский вид систематизирует и будут учебник специальные уже под названием новое садоводство вот так вот потому чтоobs нет то есть